Беседа седьмая. И собрав вся, первосвященники и книжники людские, вопрошаши от них, где Христос рождается, а ниже рекоши ему, в Вифлееме иудействием. Глава вторая, стихи четвертый и пятый. Первая. Видишь ли, как все события служат к обличению иудеев? Пока они еще не видали Иисуса Христа и не были объяты завистью, то свидетельствовали о нем всю правду. Но как скоро увидали славу его чудес, то объятые завистью изменили, наконец, истине. Но истине все содействовало, и сами враги только более споспешествовали ей. Смотри, сколь чудные и необычайные свершаются и здесь дела. Варвары и иудеи взаимно научаются друг от друга и наставляют друг друга чему-то великому. Иудеи слышат от волхвов, что и в персидской стране звезда проповедала его Христа, а волхвы узнают от иудеев, что о том, кого проповедала звезда, пророки задолго предвозвестили. Таким образом, вопрос, предложенный волхвами, как для них самих, так и для иудеев, послужил к яснейшему и точнейшему познанию истины. Враги истины невольно принуждены были прочесть слова Писания и изъяснить пророчества. Впрочем, они изъясняли его не все, потому что, сказав о Вифлееме, что из него произойдет пастырь Израилев, не присовокупили последующих слов из лести к царю. Какие же это слова? «Исходи его из начала одни века» Книга пророка Михея, глава 5, стих 2 Но если ему надлежало произойти оттуда, из Вифлеема, то для чего жил он, скажешь ты, после рождения в Назарете, и тем затемнил пророчество? Напротив, он не затемнил, а еще более раскрыл его. Если он родился в Вифлееме, несмотря на то, что мать его постоянно жила в Назарете, то очевидно, что дело происходило по особенному устроению. Почему-то и после рождения он не тотчас оставил Вифлеем, но пробыл там 40 дней, чтобы желающим дать время с точностью все исследовать. Если бы только захотели обратить внимание, то много было побуждений к такому исследованию. По прибытии волхвов возмутился весь город, а с ним и царь. Вызвали пророка, собралось великое судилище. К тому же много произошло и других событий, о которых подробно повествует евангелист Лука. Я разумею, известное нам об Анне, Симеоне, Захарии, ангелах и пастырях. Все это легко могло побудить внимательных к открытию истины. Если волхвы, пришедшие из Персии, узнали место, то тем более жившие в Иудее могли узнать о всем случившемся. С самого начала Христос открыл себя во многих чудесах. Но так как не хотели узнать его, то он, скрывшись на несколько времени, после явил себя другим, славнейшим образом. Тогда уже не волхвы, не звезда, но сам Отец свыше свидетельствовал о нем, когда он крестился в струях иорданских, и Святый Дух нисходил вместе с тем глазом на главу крестящегося. Иоанн безбоязненно взывал во всей Иудеи, наполняя проповедью о Христе и грады, и пустыню. И чудеса, и земля, и море, и вся тварь торжественно возвещали о нем. Подлинно и при рождении такие были знамени, которые могли показать, что он уже пришел. Иудеи не могут сказать «не знаем, когда и где родился он». Вся история волхвов и другие упомянутые события так устроены, что иудеи не имеют никакого извинения, когда не хотели исследовать случившегося. Второе Но заметь еще точность в словах пророчества. Пророк не сказал «будет жить в Вифлееме», но «изыдет из Вифлеема». Пророчество, следовательно, и указывало на то, что он только родится в Вифлееме. Некоторые же из иудеев с бесстыдством утверждают, будто бы это сказано о Зарававеле. Но как это могло быть? Его исходи не из начала одней века, да и можно ли к нему отнести сказанное в начале «яко из тебе изыдет». Он родился не в Иудее, а в Вавилоне, потому и Зарававелем назван, что там родился. Знающие сирийский язык поймут мои слова. Кроме того, что мы сказали, и все последовавшие за тем обстоятельства совершенно подтверждают, что это пророчество относится к Иисусу Христу. Что именно сказано? Ничим же, меньше еси во владыках иудовых, и тут же присовокупляется причина знаменитости места «яко из тебе изыдет». Это место сделалось известным и знаменитым только через Иисуса Христа. «Именно после его рождения со всех концов земли приходят видеть ясли и вертеп, что самое предвозвестил и пророк, говоря, ничим же меньше еси во владыках иудовых, то есть между главами племен». В этих словах он заключал и Иерусалим. Но иудеи не обратили на все это никакого внимания, хотя для них это было бы полезно. Потому-то и пророки первоначально говорят не столько о достоинстве Христа, сколько о благодеянии, которое он оказал иудеям. Тогда, когда родила Дева, на речеше говорит ангел имя ему Иисус и присовокупляет «Той, бо спасет люди своя от грех их». И волхвы не говорили, где Сын Божий, но «Где есть рождейся царь иудейский». Так и здесь не говорится, из тебя произойдет Сын Божий, но «Вождь» иже упасет люди моя Израиля. Сначала надлежало говорить с ними, сколько можно ближе к мыслям их, чтобы они не соблазнились, и говорить именно о их спасении, чтобы тем лучше привлечь их. Вот почему все, какие сначала и при самом Его рождении произнесены о нем свидетельства, не раскрывают еще вполне Его величие, не так, как бывшие после явления знамени. Последние яснее говорят о Его достоинстве. Так, когда после многих чудес воспели Ему дети, слушай, что говорит тогда пророк, «Из уст младенец, из сущих совершил еси хвалу». Псалом 8. И еще «Яко узрю небеса дела перст твоих» Псалом 8, что показывает в нем Творца Вселенной. А относящиеся к Его вознесению свидетельства показывает равенство Его с Отцом. Рече сказано «Господь Господеве моему, сиди, одеснуй меня» Псалом 109. Также Исаия говорит «Восстая и владете языки, на того языцы уповать и будут». Книга пророка Исаии, глава 11, стих 10. Но почему же сказано, что Вифлеем ничем же меньше есть во владыках иудовых, между тем, как эта весть не только в Палестине, но и во всей Вселенной сделалась известна? Здесь речь обращена еще к иудеям, потому и присовокупил «Упасет люди моя Израиля». Хотя он пасет всю Вселенную, но, как я сказал, не желая оскорбить их, умалчивает о язычниках. Но отчего же, скажешь ты, он не упас и народа иудейского? Неправда. И это действительно совершилось. Под Израилем здесь он разумеет уверовавших в него иудеев, что, изъясняя, Павел говорит, «Не всибо сущие, от Израиля сии Израиль, но елицы верою и обетованием родишася». Послание к римлянам, глава 9, стихи 6 и 8. «Если же не всех он упас, то это их собственная вина. Им бы надлежало вместе с волхвами поклониться и прославить Бога за то, что наступило время оставления их прегрешений, ведь не о суде и не об ответственности их возвещалось им, но о кротком и тихом пастыре. Они же поступают совершенно напротив, возмущаются и возмущают и устрояют потом бесчисленные козни». Тогда Ирод, та и призвав алхвы, испытывавшая от них время, явльшееся звезды. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 7. «Умышляя убить рожденного». Это доказывало не только его ярость, но и крайнее безумие. И то, что было говорено ему, и самые события могли отклонить его от всякого подобного покушения. События совершались не в порядке дел человеческих. Звезда призывает волхвов, иноплеменные мужи предпринимают столь далекое путешествие, чтобы поклониться лежащему в пеленах и в яслях. И пророки наперед еще о нем предвозвещают. Все эти события были более, нежели человеческие. Однако же, ничто не удержало Ирода. Третье. Такова уже злоба, что она сама по себе вредит и всегда предпринимает невозможное. Смотри, какое безумие! Если Ирод верил пророчеству и почитал еще непреложным, то, очевидно, он замышляет дела невозможные. А если он не верил и не думал, чтобы сбылось предречение, то не нужно было ему бояться и страшиться, а потому и строить козни. И так в обоих случаях хитрость была излишняя. И то уже крайнее безумие, что он думал, будто волхвы предпочтут его родившемуся, для которого они совершили столь дальнее путешествие. Если они, прежде чем увидели младенца, горели к нему столь сильную любовью, то как Ирод мог надеяться, что они согласятся предать ему младенца после того, как увидели его и утвердились в вере пророчеством. И однако ж, несмотря на все эти обстоятельства, которые должны были отвлечь от предпринятого намерения, Ирод не оставляет его, и тай призвав волхвы, испытывавши от них. Он думал, что иудеи дорожат младенцам, и не предполагал, что они дойдут до такого неистовства, что согласятся предать врагам своего ходатая и спасителя, пришедшего для избавления их, потому и призывает волхвов тайно, и выведывает не время рождения младенца, но явление звезды, с хитростью уловляя добычу. Я думаю, что звезда явилась гораздо прежде рождения, потому что волхвы должны были много времени наперед провести в путешествии, чтобы предстать только что рожденному. А между тем, Христу надлежало принять поклонение в самых пеленах еще, чтобы событие явилось чудесным и необычайным. Потому-то звезда и является гораздо раньше рождения Христова. Если бы она явилась волхвам на востоке тогда, как уже Христос родился в Палестине, то, пробывши долго в пути, по своем прибытии они уже не могли бы его видеть в пеленах. Не нужно удивляться тому, что Ирод избивает младенцев от двух лет и ниже. Здесь и ярость, и страх. Для вернейшего успеха прибавили и больше времени, чтобы никто не избежал поражения. Итак, призвав волхвов, говорит, «Шедше испытайте известно, а отрачать, игда же обрящите возвестите ми, як одеи аз шед, поклонюся ему». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 8. «Какое безумие! Если ты, Ирод, говоришь это по внушению истины, то для чего вопрошаешь тайно? А если с коварным намерением, то как не понимаешь, что тайные расспросы твои заставят волхвов подозревать тебя в злом умысле?» Но душа, объятая злобою, как я сказал уже, становится совершенно безумной. Он не сказал, «Шедше испытайте о царе, но о отрачате». Для него несносно было произнести даже имя, означающее власть. А волхвы, по великому благочестию своему, нисколько того не замечали, потому что никак не предполагали, чтобы он дошел до такой злобы и вздумал противоборствовать столь чудному устроению. Ничего подобного не подозревая, но, судя по себе и о всех других, они уходят от него. «Исе, звезда, юже видиша на востоца, идяша перед ними» Евангелие от Матфея, глава 2, стих 9. Она скрывалась для того, чтобы они, лишившись путеводителя, принуждены были прибегнуть с вопросами к иудеям, и таким образом событие сделалось для всех известным. Когда же они спросили и разведали о младенце от самих врагов, то звезда им опять является. Смотри, какой здесь прекрасный порядок! После того, как оставила волхвов звезда, принимают их иудейский народ и царь. Приводят пророка, чтобы объяснить явление, а после того опять научает их всему ангел, и они идут из Иерусалима в Вифлеем вслед за звездою. Звезда опять им сопутствовала. И отсюда ты опять можешь видеть, что звезда эта не была из числа обыкновенных звезд. Нет ни одной звезды, которая имела бы такое свойство. Она не просто шла, но предшествовала им, ведя их как бы за руку среди дня. Четвертое. Но что за нужда, спросишь, была в звезде, когда место сделалось уже известным? Та, чтоб указать и самого младенца, потому что иначе нельзя было узнать его, поскольку и дом не был известен, и мать его не была славна и знаменита, а потому и нужна была звезда, которая бы привела их прямо к тому месту. Поэтому по выходе их из Иерусалима она является им и останавливается не прежде, как уже дошедший до яслей. Здесь чудо присоединяется к чуду. Дивны оба события. И то, что волхвы поклоняются, и то, что их приводит звезда, это должно тронуть и самые каменные сердца. Если бы волхвы сказали, что они слышали об этом предречении пророков, или что объявили им о том ангелы по особенному откровению, то можно было бы еще им и не поверить, но сиянием звезды, явившейся свыше, заграждаются теперь уста из самых бесстыднейших. Далее, звезда, достигши отрока, опять остановилась. И это опять доказывает, что здесь действует сила большая, нежели какая свойственно обыкновенным звездам, то есть, что она то скрывается, то является, и явившись останавливается. Отсюда и волхвы еще более утвердились в вере и возрадовались, что нашли то, чего искали, что сделались провозвестниками истины, что не напрасно предпринимали столь дальний путь. Столько-то сильна была любовь их ко Христу. Звезда, приблизившись, стала над самую главою отрока, показывая этим божественное происхождение его, и, остановившись, приводит к поклонению непростых язычников, но самых мудрейших из них. Видишь ли, что звезда недаром явилась? Волхвы и по выслушании пророчества и после того, как услышали изъяснение его от первосвященников и книжников, все еще были внимательны к ней. Да посрамится Маркион, да посрамится Павел Самосадский, которые не хотели видеть того, что видели волхвы первенцы церкви, я не стыжусь так называть их, да посрамится Маркион, видя, как поклоняются Богу во плоти, да постыдится Павел, видя, как Христу поклоняются не просто как человеку. Хотя пелены и ясли показывают, что поклоняются воплощенному, однако же поклоняются не как простому человеку. Это видно из того, что приносят ему еще младенцу такие дары, которые прилично приносить одному только Богу. Да посрамятся вместе с ними и иудеи, которые, видя, что иноплеменники и волхвы предваряют их, не хотели идти даже и вслед за ними. Событие это служило знамением будущего и с самого начала показывало, что язычники предварят иудеев. Но почему ты спросишь после уже, а не сначала, сказано, шедше научите вся языки? Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Потому что, как я сказал уже, случившееся тогда было образом и предсказанием будущего. Иудеям следовало прийти первым, но так как они добровольно отринули собственно им предложенное благодеяние, то дела получили другой ход. И здесь ведь при рождении волхвам не следовало прийти прежде иудеев, жившим в столь дальнем расстоянии не следовало предупредить живущих подле самого города, не слыхавшим ничего, не следовало предварить воспитанных среди такого числа пророчеств. Но так как иудеи совершенно не понимали тех благ, которые им принадлежали, то пришедшие из Персии предваряют живущих в Иерусалиме. Так говорит об этом и апостол Павел. Вам бы лепо первое глагол эти слова Господня, но понеже недостойны сотворили сами себе, все обращаемся в языке. Деяние апостолов, глава 13, стих 46. Если иудеи и не верили прежде, то, по крайней мере, им надлежало бы идти тогда, как услышали от волхвов, но и того они не хотели сделать. И потому-то во время такого их ослепления волхвы и предваряют их. Пятое. Последуем же и мы волхвам и оставя чуждые христианства обычаи, совершим великое путешествие, да и мы узрим Христа. Так как и волхвы не видали бы его, если бы не удалились из своей страны, то и мы будем удаляться земного. Волхвы, доколе были в земле персидской, видели одну звезду, как скоро оттуда удалились, узрели, солнце правды. Но не видать бы им и самой звезды, если бы не поспешили оттуда со всею охотою. Восстанем же и мы. Пусть все приходят в смятение, мы потечем к дому отрачати. Пусть цари, народы, пусть владыки земли преграждают этот путь, не погасим ревности своей. Только таким образом мы можем отстранить предстоящие опасности. Ведь и волхвам не избежать бы бедствия со стороны угрожавшего царя, если бы они не увидели отрача. Прежде чем узреть отрача, и страх, и опасности, и беспокойство от всюду окружали волхвов. Когда же поклонились отрачати, они стали спокойны и безопасны. И вот уже не звезда, но ангел сопутствует им, так как через поклонение они соделались иереями и дары принесли. Так и ты, оставив иудейский народ, возмущенный город кровожадного мучителя, светскую пышность, спеши к Вифлеему, где находится дом хлеба духовного. Пастырь ли ты? Теки туда, и ты в вертепе узришь отрача. Царь ли ты? Если не пойдешь в храмину, нет тебе никакой пользы от порфиры. Волхв ли ты? И это нисколько не воспрепятствует тебе, если только пойдешь воздать честь и поклониться Сыну Божию и не станешь попирать его. Впрочем, делай это с трепетом и радостью, и то и другое может совместиться. Смотри, не будь иродом, и подобно ему, сказав, я, куда и асшет, поклонюся ему, Евангелие от Матфея, глава 2, стих 8, не замышляй, когда придешь, убить отрача. Ему уподобляются те, кто недостойно приобщается святых тайн. Такой, по слову апостола, повинен будет телу и крови Господне. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 27. Такие люди служат сокрытому в них самих мамоне, который, будучи гораздо хуже Ирода, ненавидит Царство Христово. Желая господствовать над людьми, он посылает своих поклонников, которые наружно поклоняются Христу, а во время поклонения убивают его. Убоимся показывать себя по наружности покорными поклонниками, а на самом деле быть его врагами. Кланяясь, повергнем все пред ним из рук своих. Если есть у нас зла, то принесем ему, а не будем закапывать. Если тогда иноплеменники почтили его своими дарами, то за кого надо почесть себя, когда ты отказываешь требующему твоей помощи. Если они подъяли такой великий путь для того, чтобы узреть рожденного, то чем извинишься ты, который не хочешь пройти одной улице для посещения страждущего и заключенного в узах? Мы милосердуем о самих врагах наших, когда они в болезни или узах, а ты не чувствуешь сострадания к благодетелю твоему и Господу. Те принесли злата, а ты едва подаешь хлеба. Те, увидев звезду, возрадовались, а ты не трогаешься, видя самого Христа и странные нага. Но найдется ли кто-нибудь между вами? Хотя один из числа получивших тысячу благодеяний, кто бы предпринимал для Христа такое путешествие, какое совершили эти мудрейшие самых мудрецов варвары. Но что я говорю такое путешествие? Многие женщины у нас так изнежены, что если не будут привезены на мулах, не хотят пройти и одной улицы для того, чтобы увидеть Христа в духовных яслях. Если же и есть такие, которые могут приходить ко Христу, то одни из них предпочитают хлопоты по домашним делам, а другие даже посещение зрелищ, хождению в это наше собрание. Варвары, не видав еще Христа столь великий для него протекли путь, а ты, и видев его, не подражаешь им, но взглянув, оставляешь его и спешишь смотреть на шута, и обращаюсь опять к тому же, о чем говорил и прежде, и, видя Христа, лежащего в яслях, бежишь от него для того, чтобы видеть на сцене женщин. Каких громов и молний недостойны такие поступки? Шестое. Положим, что кто-нибудь обещался ввести тебя в царские чертоги и показать в них царя. Скажи мне, захотел ли бы ты вместо того смотреть на зрелище хотя бы от первого и не мог ожидать никакой для себя выгоды? Но здесь от этой трапезы истекает духовный огненный источник, а ты, оставляя его и убегая на зрелище видеть играющих и подвергающих всеобщему бесславию свой женский пол, не оставляешь ли самого Христа, который сидит при этом источнике? Да, он и ныне сидит при источнике, беседуя не с одной самарянкою, но с целым городом. А быть может, что и теперь говорит одной самарянке, так как нет при нем и теперь никого. Некоторые только телом, а другие и телом не хотят быть при нем, но при всем том он не отходит, а стоит, и у нас просит пить, но не воды, а святыни, так как и сам только святым дарствует святое. Не воду подает он нам из этого источника, а кровь живую, которая, будучи образом его смерти, есть источник нашей жизни. А ты, оставив источник крови, эту страшную чашу, течешь на дьявольский источник, смотреть плавающую в нем блудницу и потопить там свою душу. В этой воде море любострастия не тела потопают, а души гибнут. Та плавает с обнаженным телом, а ты, смотря на нее, погружаешься в бездну любострастия, таковы сети дьявола, что он губит не тех, которые уже погружены в самой воде, но тех, которые, сидя, спокойно смотрят на это и подвергает потоплению более ужасному, чем какому подвергся фараон, утонувший некогда с конями и колесницами. И если бы можно было видеть души, то я показал бы вам много утонувших в этих водах, как некогда тела египтян. Но что всего хуже, такую погибель называют увеселением и бездну погибели, источником наслаждения, хотя безопаснее можно переплыть эгейское и тирское море, чем возвратиться с такого зрелища. Во-первых, дьявол всю ночь занимает души ожиданием. Потом, показав ожидаемое, тотчас связывает их и делает своими пленниками. Не думай, что ты чист от греха, когда не совокупился с блудницей, ты пожеланием все уже сделал. Подлинно, если ты питаешь похотение, то этим большей возжигаешь пламень. Если же зрелище не производит на тебя никакого впечатления, то тем большего ты достоин суждения за то, что служишь соблазном для других, поощряя такие зрелища, оскверняешь свой взор, а со взором и душу. Но не ограничимся одним воспрещением, а представим и способ исправления. Какой же это способ? Я хочу отдать вас для научения женам вашим. По закону Павлову надлежало бы вам быть их учителями, но как грех не извратил весь порядок, и туловище стало вверху, а глаза внизу, то и мы уж изберем этот путь. Если же стыдно для тебя иметь учителем жену, убегай греха, и ты опять получишь вверенную тебе от Бога власть. Но до тех пор, пока будешь беззаконно вести себя, Писание посылает тебя не только к женам, но и к бессловесным самым низким. Оно ведь не стыдится одаренного разумом посылать учиться к муравью. Впрочем, не Писание в том виновата, а те, кто сами теряют свое достоинство. То же сделаем и мы. Теперь отдадим тебя учиться к жене, если же ты не будешь и ее слушать, то отошлем на поучение к бессловесным животным и покажем, сколько на земле птиц, рыб, сколько четвероногих животных, сколько присмыкающихся по земле, которые чище и воздержнее тебя. Если же ты стыдишься и краснеешь при этом сравнении, возвратись к свойственному тебе благородству и убегай море Гиенского и огненные реки, то есть купалин в театре, потому что они влекут тебя в море похоти и возжигают эту пламенную бездну. Седьмое. «Если воззревай на жену, кое же вожделете уже любодействово» Евангелие от Матфея, глава пятая, стих двадцать восьмой. То не гораздо ли чаще делается пленником тот, кто заставляет себя смотреть на ногую, не столько потоп, бывший во время Ноя, пагубен был для рода человеческого, сколько эти плавающие женщины бесстыднейшим образом губят всех зрителей. Тот, хотя и причинил смерть телу, но зато очищал душу от грехов, а эти производят противное, оставляя тело, они погубляют душу. Когда речь идет о преимуществе, вы присвояете себе первое место во всей вселенной, потому что наш город первый облегся христианским именем, а в подвиге целомудрия не стыдитесь уступать и самым последним по образованию городам. Хорошо, скажете вы, что же нам прикажешь делать? Идти в горы и сделаться монахами? Сожалею, что вы скромность и целомудрия почитаете обязанностью одних монахов, тогда как Христос постановил общие для всех законы, когда Он говорит, аще кто воззрит на жену, кое же вожделете, то говорит не к монашествующему, но и к женатому, потому что гора та, на которой Он говорил, покрыта была людьми всякого рода. Содержи целомудренно, живя среди города. Все законы у нас с монахами общи, кроме брака, а Павел повелевает и брачным во всем уподобляться монахам. Приходит бо образ мира сего, да и имущие жены яко неимущие будут. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 29, следовательно, как бы сказал так, «Я не повелеваю удаляться наверхи гор, хотя желал бы того, потому что города поступают подобно садомлянам, впрочем, не понуждаю к тому. Прибывай дома с детьми и женою, только не бесчесть жены, не соблазняй детей и не вноси заразы с зрелищ в дом твой». Слышишь ли, что говорит Павел, «Муж своим телом не владеет, но жена». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 4. «Он обоим полагает общий закон, но ты, когда жена твоя часто ходит в церковь, жестоко зато обвиняешь ее, а сам, проводя целые дни на зрелищах, не считаешь себя достойным обвинения? Ты от целомудрии жены печешься даже до излишества и чрезмерности, так что не позволяешь ей необходимых выходов, а для себя все почитаешь позволенным? Но этого не позволяет тебе Павел, который дал ту же власть и жене. «Жене», говорит он, «муж должную честь да воздает». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 3. «Но что это за честь, когда ты обижаешь ее в главнейшем, когда отдаешь тело, принадлежащее ей блудницам, ведь тело ей принадлежит. Какая честь, когда вносишь в дом возмущение и ссоры, когда то на площади делаешь, о чем рассказывая дома стыдишь слушающую жену, заставляешь краснеть предстоящую дочь, а прежде них себя самого. Лучше бы уже молчать, нежели бесстыдно говорить о том, за что и рабов надо наказывать. Чем извинишься, скажи мне, в том, что смотришь с великим вниманием на то, о чем неприлично и говорить, предпочитаешь всему то, чего нельзя терпеть в рассказе, но довольно. Чтобы не отяготить вас, я кончу здесь, слово мое. Впрочем, если вы останетесь при прежнем, то изощрю меч мой, нанесу глубочайшую рану, и не успокоюсь дотоле, пока рассея в дьявольское зрелище, очищу общество, составляющее церковь. Таким только образом мы избавимся и от настоящего срама, исподобимся жизни будущей, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь.